какая все-таки разная у нас погода вообще даже не даже в стране вот здесь на востоке даже в забайкале даже вчера я нормально вообще поспал комфортно сегодня замерз 13 градусов показывает но мне кажется ночью было похолоднее спальника не выдерживает ну по крайней мере надо было в термобелье спать как в приморье делал все в тумане вообще жестко когда мне писали в комментах что за байкале я начну ночью заводить машину я конечно легкомысленно отнесся к этому офигенно тут вообще в лесу может кто-то скажет что такого обычный лес да лес я вам скажу нифига вот так вот в некоторых городах пытаешься вот такие места найти за городом имеют не получается вечно заборы заборы везде дачи какие-то промзоны собаки охранники какие-то очень сложно бывает вот так найти такое место где ты в лесу один и он только самолетик где-то летит и все вот где я спал там ни одной машины вообще не проехала вот там чуть подальше есть дорога ну несколько машин в час проезжает ну там дальше и такое не населенный такой дачный какой-то общество или чё там вчера мне бабуля одна помогла водички мне поделилась водичкой со мной так ребята комментариях сомнениям подвергли мой мед который купил на федеральной трассе амур где пазика прям на трассе стояла может как-то как его отличить типа это сироп говорят сахар на какой-то подделка но тут видите даже какие-то пыльца там или чё там вот видите в крышке там тоже чё-то как думаете настоящий медок пол-литра 250 рублей удобно с такой бутылки его хоп пивнул и все и нормально но если и мед на трассе не настоящая уже не знаю куда тогда вообще куда идти куда можно обратиться вообще где можно находиться как-то с людьми чтобы тебя не обманывали в кафе кошки тебя курицы всякие там пытаются обсчитать на авторынке там свои хитрости мед на трассе продают тоже не мед и чё тогда как как жить тогда вообще куда бежать чё делать вот в лес куда-нибудь погубже заходите все ну не офигенно ли а вот так вот домик вот в таком лесочке просто по моему образец неважно даже какого размера там богатый не богатый просто в таком лесочке дом просто нормально думал до авторынка сейчас доеду здесь по федеральной трассе амур буквально там несколько километров а хрен грунтовки светофоры пробки вообще жесть смотрите на вот этом месте на вот этой развязки кончается федеральная трасса амур и начинается начинается трасса байкал и байкал по моему по байкалу и омс новосибирске ехал это м51 байкал обозначена была но я могу ошибаться конечно что-то подъезжаем к авторынку тут вообще не пахнет даже авторынком как обычно ну знаете тут а вон схема авторынка у нас есть бесплатная парковка торговые павильоны автомойка туалеты пункты общественного питания но по факту ничего этого нету благодарим вас за посещение регионального авторынка не стоит благодарность ребят а где авторынок настоящий не знаете там это это центр да понятно ладно спасибо до другого авторынка ехать 10 километров но не так уж и много видите иркутск 1010 чита 6 бензин чите смотрите от 44 50 92 есть до 50 там с копейками ну даже 51 с чем-то заправлялся цены вообще разные очень сильно отличаются даже солярка вот 51 30 а там 60 было что-то я не знаю тут тоже особо не пахнет авторынком смотрите на продаже японских автомобилей что тут три машины стоит 15 да ну я я уверен что авторынок в чите он есть но найти его сложно а вот в 2000 году право рульную машину вообще где продавали в чите я просто не местные просто интересно посмотреть как это все ну с владика угнали же у вас тоже я думаю весь город забит был авторынками а где это было а там я там был за воскресенье то там вообще пусто но на дроме ребята авторынок в чите вот это указан когда нажимаешь прям на сайте цены есть 235 десятый год два хозяина сигнализация с красноярска пригнанная 597 тысяч 25 птс полный привод 2000 год такая вот suzuka это чё спринтер или corolla у нас 275000 25 птс код даже не пишут потому что в этих машинах год кстати тоже с красноярск смотрите а чё за прикол а это с иркутска 735 11 год nissan это nv200 который ноах первый год вот мне нравится здесь что цены везде есть первый год 4вд 375 тысяч рублей вот смотрите алион 565 тысяч 2002 год эта машина беспробеговая шестнадцатый год миллион сто торг какой вот новых 555 2000 года мотор 3s это корова 465 первый год комплектация люкс колдина 505 зачеркнуто 465 торг 99 год 3s мотор а 3s gtt вот камрюха камрюха 325 98 года mp3 новая ходовка и так далее на зимней резине фит шестого года 405 тысяч но я так понимаю номер просто сняли шестой год полторашка 530 это у нас тойота филбер и тоже на зимней резине рио я думаю западной части россии интересно будет сколько рио что 14 год 731 хозяин на иркутских номерах тоже рио на автомате на крутилках вот беспробеговый утробокс 4 балла семнадцатый год 700 сколько 735 тысяч где есть желтенький слушайте но благовещенск меньше город гораздо даже по численности не то что по территории здесь 350 тысяч человек там 225 там авторынок есть а тут чё к чему тут уже чуть из красноярска кучу машин с иркутска неужели настолько сильным меняется все посмотрите я тут хожу тут камера стоит а тут наверно тот белый охране чекаем значит ну типа авторынок возле тойота центра в чете но тут у нас красавцы стоят получается то есть драйвовские машины прадик вот такой вот и крутой а под прадиком кто у нас вот здесь видим мы машины с пробегом но вот так вот примерно выглядит это место 1750 рафик пятнадцатый год 108 тысяч пробег два с половиной мотор на тряпочке да на тряпочке но два с половиной мотор вот коптива миллион пятьдесят какой год механика тринадцатый год 136 пробег охренеть миллион пятьдесят я помню в москве когда вот у меня видос был авторынок москвы коптиву на автомате за 600 что ли или за сколько в районе 600 я смотрел тоже рестайлинговый так рафик девятнадцатого года пробег восемьдесят половиной тысяч миллион восемьсот восемь с половиной тысяч она вообще как нульцевая должна быть на механика и на механике ретиновый руль она реально должна быть как конфетка там вся беленькая что тут еще рафик 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 он королка давайте посмотрим наш клиент вот они наши клиенты корола филдер десятый год 130 тысяч пробег 789 полторашка 789 тысяч из опций коврики салона и дефлектор окон вот такая вот пробежная машинка почти 800 тысяч резиновый руль у нее велюровый салон колпачки x-овая комплектация toyota центр чита а вот у нас honda spike honda spike стоит 769 тысяч 111 год 121 пробег полторашка передний привод ну и как как мы видели уже она гибрид под пробег почти как у меня но кнопки круиза смотрите они просто белые все либо по городу все время на круизе ездили либо что-то не складывается nissan nissan 2 миллиона хера он большой тринадцатый год 200 тысяч пробег но у них комплектация по моему всех одна и та же ну конечно корабль вообще он реально вот мне по это ну по грудь считай капот просто огромные колеса на новой резине все на силиконе на наклейка платину вот еще правый руль получается toyota allion восемнадцатый год 16 тысяч пробег полторашка миллион двести девяносто toyota axio ну corolla короче 15 год сто двадцать пять тысяч пробег семьсот восемьдесят тысяч это простенькая так понимаю комплектация коровы премию десятый год шестьдесят тысяч пробег восемьсот девяносто пять тысяч я не на пробег и смысл говорить нет но цена вот 900 в космос летим но тут такой салон приятный трд это дерево руль косточка филдер семнадцатый год сто двадцать один тысяч пробег вариатор передний привод миллион сто просто один миллион и сто тысяч нифига у него антенка выдвигается нормально но на колпачках филдер черный салон автомат ну точнее вариатор климат на мультимедии на климате как говорится ну вот он такой уже красивый комплектация с при уж у нас восьмой год семьсот восемьдесят пять тысяч лобовичок родной таких же много и леворульных уже вот на западе допустим да здесь комплектация хорошая но их по моему плохих и не бывает там и круиз и все есть соответственно гибридная машина на жуке уже нету продали или чё на вице тоже нету объявления а вот полу еще я думаю будет интересно на западе россии шестнадцатый год восемь шесть тысяч пробег 1 и 6 автомат восемьсот сорок тысяч коричневый пола небольшие вот коцки присутствуют такой вот и полик ну разница конечно с москвой она значительная она есть а на праворуке разница есть владиком так что вот так вот такой чита хотя тут ехать то блин хотя бы мне уже 3000 проекта ехать достаточно уже как как с москвы до новосиба ехать короче также от 4 до находки до владика чуть меньше ну ладно чё подведем итог ребята значит региональный рынок который одна отмечается в поисковике вообще отметаем его а вот здесь значит на улице ковальной вот есть но это про это как бы возле каждого автосалона так тачки с пробегом стоят ну и там про без пробеговых буквально по пальцам пересчитать можно не знаю не верится честно не верится мне что авторынка нет ну где бы я только не был ну даже да даже ну не знаю в томске его нет уже авторынка но там на этой территории автосалон полноценно ну то есть там машин как на авторынке в калининграде благовещенске везде какой бы ну как бы совсем маленькие там поселки я не беру конечно но везде где я был в анталии в каире везде есть авторынки не может такого быть конечно жаль что это видео выйдет задержкой возможно местные бы мне что-то еще подсказали какие-то еще мне ребята вот возле 100 какого-то подка подсказывали что там авторынок но какой возле стошки авторынок я думаю так же на стояночка там какие-то местечковая такая продаются машины либо все в интернете конкретно засели в чите интернет-город но ничего страшного унывать не будем зато в чите очень много фактов интересных есть и очень много есть достопримечательностей не связанных с автомобилями ребята ну и ты чё у нас получается значит сидит у дает индеец в засаде да на своей тойоте каме наш видео камера стоит мне просто интересно стало кого он ловит вот у нас знак 40 получается и возможно я не знаю пешеходный переход чекает нет это все устройство вот индейцы вот камера то есть вот но блин по моему насколько я знаю должен быть знак видео кажется с видеокамерой но по закону если я не ошибаюсь по моему должен быть вот стационарной камеры стоят там знак стоит обязана обязан либо на асфальте нарисована камера либо доп секция я думаю в комментариях более продвинутые есть в этом правоведении а вот наш значит тойота центр вон за ним еще есть какой-то рынок там тоже бы ушка он стоит кстати но я думаю плюс на минус тоже самое вот там и такие это я так понимаю дальше идет официальный дилер киа едем дальше река чита уж не знаешь такой погоды искупаюсь нет я это улица ленина в городе чита и город чита примечателен тем что он очень большой по площади но довольно таки маленький по населению плотность население здесь на квадратный километр небольшая тут есть своя башня вот тут тоже присутствует элемент дружбы народов с китайскими военными это дом офицеров в парке тут огромное количество техники военной разнообразной техники даже вот гаубица стоит 31 года вот смотрите герб забайкальской области утвержден в 1859 году до 2008 года это была область вот недавно совсем краем осталось в центре здесь вот такая пешеходная зона находится эта площадь ленина по площади это огромный город большую мальте например страны мальты а по населению всего 350 тысяч человек музей декабристов исторический квартал застройки площадь ленина ж.д. вокзал вот кстати ж.д. вокзал прям возле ж.д. вокзала здесь стоит забайкальский институт ч.т. ж.т. зап. и ж.т. по сравнению с рядом стоящими зданиями вокзальчик такой достаточно небольшой это читага а пути далек и долог и нельзя повернуть назад держись геолог крепись геолог ты солнце и ветра брат счастливые молодожены напишите а в ваших городах сигналит у так свадьбы катаются когда через 150 метров камера контроля перекрестка а вот еще одна гора еще одна сопка на которую я хочу забраться в читага да движение тут конечно еду блин ехать было 7 километров направо налево направо на право как каждый метров 400 300 я поворачиваю как-то так я где-то читал что читай изначально проектировалась как по планировке как питер офигеть на руснефти самый дешевый бензин здесь обычно на руснефти дороговато 46 рублей а это смотрите озеро canon туда мы еще позже приедем на это сопка конечно не такая живописная но по высоте тоже чуть ниже чуть меньше километра называется титовская сопка и это бывший вулкан ну вот такой вид офигенный все в дымке ну отсюда реально читага как на ладони самолет даже как близко летит вот это все город а вот у нас собственное озеро камер впереди видите 5 для этой 5 озеро является охладителем также она входит в состав реки иногда ну а то новость будет такая суровенькая покрытие по отсев какой-то бутылки водки возраста пляж с десятого года сделали на озере название canon происходит от эвенкийского кё что значит красивый красивое озеро вот водичка купаться если честно не хочется ребята ну что прожил я в чите три дня два конечно из них я монтировал где-то один день то есть я вот по горам по городу по озерам заехал кстати в разгустрах страховочку себе подлечил а то у меня страховки номер птс был другой ну и госномер подписал сейчас все вообще четко четче не бывает буду закругляться сейчас выдвигаюсь в сторону бурятии улан-удэ все ждите следующее видео подписывайтесь ставьте лайк увидимся пока и а а и и и и и